МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренер питерского Зенита попросил приобрести ему новых игроков. Самый дорогой, нападающий Радамель Фалькау из Манчестер Юнайтед, 45 миллионов евро, и еще двух полузащитников на общую сумму, 32 миллиона евро. Нашим бы спортсменам их запросы об очередных хоккейных проблемах в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это СНТОКИ. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Холодные игры. В Тюмени начался второй этап опрессовки. До этого еще крупное постирали. Ну и что там? Ну и как? Машинка есть? Можно жить. Сколько домов на сей раз осталось без горячей воды? Куда уходят деньги? В какие города? Онлайн-мошенники теперь и на сайтах бесплатных объявлений. Что посеешь и что пожнешь? Аграрии продолжают работы в поле. Пока земля влажная была, она как бы легче будет. Сейчас трактор упирается, лапы шоркает. В каких районах уже вышли на финишную прямую? Мал золотник, да дорог. Рубину дали еще две недели. Сколько денег удалось собрать болельщикам тюменской команды? Аномальная жара, установившаяся в Тюменской области, пойдет на спад только к концу недели. А пока будем выживать в условиях, когда среднесуточная температура за окном выше климатической нормы на 10 градусов. МЧС и полицейские не устают предупреждать. Не перегревайтесь. Отложите дальние поездки. По сообщению ГИБДД из-за жары в регионе произошло как минимум две аварии. У водителей обострились хронические болезни. Может обостриться и ситуация с пожарами. За последние три дня зафиксировали три ландшафтных и семь лесных. Горожане пытаются спастись от неожиданного лета на природе, а заканчивается это далеко не всегда хорошо. И тут уже чиновники предупреждают. Особый режим и запрет на посещение лесов никто не отменял. Как и штрафы. От пяти тысяч для любителей шашлыков до миллиона для юридических лиц. На последнем заседании регионального оперативного штаба профилактическую работу было решено максимально усилить. Просьба штабами отработать не только перед выходными, но и в течение недели. На штабы приглашать глав поселения, я сейчас про администрацию Тюменского района конкретно говорю. И разговаривать с местными силами правопорядка, с ЧС, я сейчас про все муниципалитеты уже говорю. А также приглашать базу отдыха, которая наиболее, скажем так, является массово приемлемым, принимающим большое количество населения у вас на отдых. Есть возможность скрыться от непогоды в Крыму. Неожиданное предложение. Из Тюмени в Симферополь теперь можно улететь за 4 250 рублей. Аэрофлот и Ямал открыли продажи авиабилетов по субсидированным тарифам. Снизить стоимость полета перевозчикам удалось за счет компенсации части расходов правительством. Участники госпрограммы обязаны продавать по льготной цене 30% мест на каждом рейсе. Правила действуют до 31 октября. Это значит, что, к примеру, если воздушное судно рассчитано на перевозку 100 человек, 30 человек полетят именно по цене 4 250. В продажах вступили билеты на все даты субсидированных авиакомпаний. Направление очень популярное. И советуем заранее спрогнозировать, спланировать целый отпуск. Ну, мне не составило труда заглянуть на сайты обеих авиакомпаний. Оказалось, что дешевые билеты остались только на июне. Вот на рейсы Екатеринбук-Симферополь они вовсе закончились. Кто не успел, кто-то поздал. Вот получается, что отпуск не так просто спланировать. Тут ты зависишь и от коллег, и от авиаперевозчиков, которые то делают скидки, то забывают о них, и даже от коммунальщиков. Ну, согласитесь, приятным стечением обстоятельств было бы уехать из дома ровно тогда, когда ты попал в злополучный график летних опрессовок. Он, кстати, есть на тюменских сайтах. Подробно и с точными датами отключения. Первый этап, по словам специалистов, прошел. Стартовал второй. О тех выводах, которые уже сделали, расскажет Евгения Зубцова. До этого еще крупное постирали. Ну и что там? Ну и как? Машинка есть. Можно жить. Галина Васильевна с соседкой вспоминают, как раньше переживали летние отключения горячей воды. Коммунальщики часто затягивали с испытаниями сетей на прочность. Но сейчас объявления об опрессовках уже не пугают. Тепловики стали оперативнее. Мы справляемся. Во-первых, заранее предупреждают. Половину дома, можно сказать, даже почти весь дом на дачах бытует в это время. Тем более, летом это отключение ничего. Справляемся. Претензий, в общем, никаких нет. Гидравлические испытания теплосетей проходят в шесть этапов. Первый позади. Сейчас опрессовывают трубы в районе улиц Ставропольская, Мира, Червишевский тракт. Следующий на очереди район КПД. В июле работы начнутся в центре города. Предпоследними без горячей воды на две недели останутся жители Восточного округа. Завершатся опрессовки на лесобазе и в Зарике. А это уже результат гидравлических испытаний. Как правило, во время опрессовок сети рвутся в слабых местах. Собственно, ради этого коммунальщики и проводят испытания. Здесь тоже произошло повреждение. И сейчас тепловики меняют оборудование, чтобы зимой не случился порыв. На первом этапе испытаний теплосетей произошло 27 повреждений. Сейчас их ремонтируют. В итоге отключение воды затянулось в 48 домах района Затюменки и Дома обороны. Конечно, устранить повреждения можно обычной вставкой. Начиная от метра до трех метров. Но хочется же проверить трубопровод досконально и где-то заменить участки и до 10 метров, и до 20. Некоторые вывести и в капитальный ремонт поменять метров 50. Бывает, что день-два ведутся дополнительные работы. Сегодня в Тюмени под отключение попали еще 205 домов. Второй этап опрессовок по объему самый небольшой, но очень проблемный. Испытывают на прочность сети в частном секторе. Порывы в любом случае будут. Но тепловики постараются не отставать от графика. Работы продлятся до 15 июня. Евгения Зубцова, Александр Вележанин, Тюменское время. Ну да, действительно, как уже было сказано, тюменские опрессовки пройдут в шесть этапов. Если верить сводному графику, холодный лет 2015 у нас закончится уже 17 августа. Тогда можно будет забыть о бойлерах, тазиках, кастрюлях. Оо всем, что греет воду. Это при хорошем, конечно, стечении обстоятельств. Там присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Да, Дима, добрый вечер. Но ты же должен понимать, что если сейчас эти работы не провести, то мы можем зимой, например, столкнуться с куда более серьезными коммунальными проблемами. Но ты же понимаешь, что с более серьезными коммунальными проблемами мы можем столкнуться, даже если провести опрессовки. Мы же в России, это русская рулетка. Хорошо, твоя правда. Но есть такие люди, которые в график опрессовок, я думаю, не заглядывают вообще. Ты заинтриговала, у меня мысли завертелись. Тебе слово. Сейчас расскажу. Тюмень готовится принять 10-й чемпионат мира по зимнему плаванию. Пройдет он в марте следующего года, но подготовка началась уже сейчас. С заседания оргкомитета, о чем сообщают сегодня их давали не все тюменские СМИ. Ожидается приезд полутора тысяч моржей. Даже соревнования в Финляндии, а ее считают родоначальницей таких чемпионатов, не собирают столько спортсменов. Организаторы за дело взялись серьезно, лишь бы погода не подвела. В марте нас может ждать что угодно. От тонкого льда на туре до 30-ти градусных морозов. С тюменских улиц уберут желтые информационные знаки. Оказывается, они были установлены незаконно. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта нарушил закон о конкуренции, в чем его, собственно, и уличили антимонопольщики, сообщает нам тюменская линия. Все потому, что Росдорзнаку отдали право на свое усмотрение размещать на таких указателях информацию о различных фирмах. На самом деле, этим должен заниматься муниципалитет и по определенной процедуре. Ну, видимо, дорожные знаки с рекламой останутся, но уже с другой. Закончим, к сожалению, неутешительными цифрами от врачей и вслухрум. Около 10 тысяч жителей Тюменской области в прошлом году скончались от болезней, связанных с курением. Это 70% от общего количества всех умерших за тот период. Наиболее острая проблема с курением сейчас стоит в подростковой и молодежной среде, говорят специалисты. Больше 70% 20-летних не могут расстаться с этой вредной привычкой. Каким последствиям это приводит, подробнее в материале на вслухрум. Ну и там же вы можете узнать, что в Тюмени сейчас работают 12 кабинетов по отказу от курения. Люди проходят там специальное обучение, этому можно научиться. Так вот, в прошлом году через эти кабинеты у нас прошло 1104 человека, а вот куриц бросили реально только 107. Не самый большой процент, согласись. Да, соглашусь, но сейчас не ради обучения, а просто ради интереса. Недавно в Канаде курильщики отсудили у табачной компании 12 миллиардов долларов. 76 исков объединяет полтора миллиона человек. Якобы не предупреждали их о вреде. Такое же было в 1994 году в США, но там вообще 145 миллиардов исцы заявили. В общем, они выиграли. Ваши энциклопедические знания, Дмитрий. Это все ваш интернет, Марина, который мне всегда помогает. Залитное единство в борьбе с курением нам бы так. Хорошо, большое спасибо. Я продолжу. Ну и перейдем к другим цифрам, более радостным. Не так давно экс-губернатор Краснодарского края, ныне министр сельского хозяйства, Александр Ткачев пообещал накормить страну вкусными и импортозамещенными продуктами. Урожай, конечно, по осени считают, но многое зависит от весны. А выводы о посевной можно делать уже сейчас. Полевые работы от Москвы до самых до окраин закончены почти на 90% площадей. Тут впереди Россия, все и, конечно, южные регионы. Но и мы со своим рискованным земледелием не отстаем. Инна Михайловская и ее весть из полей. До выхода в поле комплексы нужно заправить, осмотреть, почистить. Жара последних дней быстро испаряет влагу. Теперь посевным комплексом с каждым днем становится все сложнее двигаться по полю. Пока земля влажная была, она как бы легче была. Сейчас трактор упирается, лапы шоркает. В хозяйстве рассвет. Около 800 гектаров подкормовыми. Здесь выращивают чистокровных животных мясной породы шероли. Сеют по стерне. В этом сезоне у многих сельхозпредприятий были такие участки, необработанные с осени. В один заход землю культивируют, сеют, вносят удобрения и прикатывают. Благосовременные комплексы могут это делать. Засеваем однолетние травы. Но однолетние какие? Вика, горох и овес. Чтобы нам заложить корма, это сенаж. У нас здесь есть еще паевая земля, которую нам нужно будет отдавать. Там также у нас посеянная пшеница на паи. Ну, а ячмень на фураж весь пойдет. Что касается сорняков. Сейчас, конечно, при посеве их срежут. И культурному растению, в данном случае здесь сеют ячмень, проще будет взойти. Конкурентов не будет. Тем не менее, сорняки выйдут вновь. И уже чуть позже здесь все равно проведут химическую прополку. Здесь не сегодня, а завтра закончат. Вот и хозяйства Заводоуковского, Упоровского и Нижнетавдинского районов приблизились к финалу кампании. В остальных районах накануне был дождь и работа снова затормозилась. А на некоторых полях еще не скоро закончат. Там слишком много воды. Приходится решение принимать по ходу действия. Даже структуру посевов внутри каждого подразделения мы пришлось изменить. И изменить не на один раз, а на два и на три раза. Где планировалось посеять пшеницу, там сейм ячмень. Где планировалось пшеницу, там сейм горох или рапс. То есть у нас четыре культуры. Поэтому где поле подходит, мы туда и засеваем. Тем не менее, на этой неделе большинство хозяйств области закончат посевную, а общую точку должны поставить 7 июня. Инна Михайловская, Евгений Доценко, Тюменское время. Но, кстати, если говорить о показателях федеральных округов, то в Уральском серовом севом все сейчас устоит не лучшим образом. Примерно 62% обработанных площадей. Это самый низкий процент по стране, между прочим. Хуже всего дела у Курганской области. Там едва преодолели экватор. Наш регион. В лидерах 83%. Это хорошие цифры и по сравнению с соседями, и по общероссийским критериям. Ну а между тем, весна выдалась непростой. В каких условиях приходится работать агрария, мне рассказал замглава областного департамента АПК Леонид Бакшеев. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот сейчас у нас наконец-то наступила такая прекрасная теплая погода. Я думаю, что она благоприятна, в первую очередь, для наших аграриев. Набор эффективных температур это полезно, но осадки, которые прежде всего в Ушимской зоне, они затрудняют завершение весенних полевых работ. 30 мая прошли достаточно сильные осадки до 20 мм в разрезе территории от 15 до 20 мм. И вот вчера прошли осадки до 34 мм. Это сдерживает завершение посевных работ. Но в целом ситуацию я должен охарактеризовать так, что посевные работы на завершающем этапе. 83% в целом по области посеяно от плана ярового сева. Осталось 147 тысяч гектаров посеять. У нас различные сельскохозяйственные культуры сеются. И у них разные оптимальные сроки посева. Первым мы всегда приступаем к зернобобовым. Вот зернобобовым уже 108% от плана. Завершается посев пшеницы. И осталось, если 147 тысяч гектаров, которые остаются до посева, это многокомпонентные смеси, потому что 64% посеяно пока многокомпонентных смесей. Но они сеются в несколько сроков. А если сравнивать, допустим, с показателями прошлого года, что мы можем говорить, как у нас сейчас идет? Темпы по отношению к прошлому году отстают на один рабочий день. Проблема же в этом году была еще с тем, что не успели поля убрать, поэтому нужно было делать сельхозпалы, да? В этом году добавилось сельхозтоваропоразводительным работ. Это создание минерализованных полос по полям, которые имеют очень высокое содержание стерневого фона с целью снижения пожароопасности при возгораниях на этих полях. Вот эта работа выполнена с превышением 102%. И кроме того, 56,8 тысячи гектаров произведен отжиг стерневого фона для того, чтобы поля лучше просыхали. Ну, я так понимаю, что у нас аграрии в этом году как-то очень такими убойными темпами идут. И в ночь выходят, когда есть хорошая погода, для того, чтобы успеть. 30% пассивных агрегатов, которые задействованы при пассиве сельскохозяйственной культуры, укомплектованы в две смены, и 56 агрегатов выведено дополнительно. Хорошо, у нас по поводу вообще общей пассивной. Когда мы планируем примерно ее закончить? Оптимальный срок завершения пассивных работ у нас в зависимости от сельскохозяйственной культуры это первая декада июня. Вот в эти сроки мы считаем, уложимся. Хотелось бы надеяться, что, наверное, все-таки аграрии хотя бы в первый раз у нас вздохнут более-менее спокойно в конце этой недели, ну, быть может, на начале следующей уже недели. Многие уже вздохнули, потому что неравномерность завершения работ. Я должен сказать, что у нас есть лидеры. Такие районы, как Вагайский, Заводуковский, имеют по 95% уже от ярового сева. И они близки совершенно, в целом районы близки к завершению посева. Упоровский район 94%, еще три района Нижнетовдинский, Амутинский и Тобольский свыше 90% имеют. То есть в этих районах уже часть-то хозяйств отсеялась, и вот эти руководители и специалисты уже вздохнули с облегчением. И я должен пожелать и другим руководителям, и специалистам завершить как можно быстрее посевные дела, и, как вы говорите, вздохнуть с облегчением. Потому что, ну, посевные работы – это очень важное. Как говорят, весенний день год кормит. Ясно. Большое спасибо. Ну, тут только остается присоединиться к пожеланиям. Надеюсь, что в понедельник уже выйдем в эфир с материалами об окончании посевной. Вернемся в студию после блока районных новостей. Нам еще есть о чем с вами поговорить. До 10 июня жители области получат квитанции на оплату взносов на капремонт. Их доставкой займется Тюменский расчетно-информационный центр, который выиграл конкурс. Горожане получат квитанции с дополнительной строкой, а селянам придет отдельный лист. Размер взноса составляет 7 рублей 50 копеек с квадратного метра. В Амутинском районе в борьбе с пожарами задействована система видеонаблюдения. Четыре камеры высокого разрешения установлены на вышках сотовой связи. Радиус обзора 30 километров. В случае возгорания информация быстро поступит на диспетчерский пункт. За незаконную рыбалку на реке Иртыр задержали жители Тобольского района. В его сети обнаружили сибирского осетра, занесенного в Красную книгу, и стерлядь. Ее вылов на территории области запрещен. Ущерб от незаконной добычи составил 10 840 рублей. Фестиваль детских хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия» прошел в упорово. Каждый хор представил нас у зрителей по две песни. Одна из них на военную тему, вторая народная. Жюри оценило не только исполнение, но и костюмы участников. Гран-при получил коллектив «Непоседы» из села Суерки. Финист и «Сокол» не выдержали конкуренции и заняли третье и второе место, соответственно, на первом – мир. Пока еще не во всем мире. Но амбиции большие, выход на международный уровень – одна из задач. Все эти слова. Вариации названия национальной платежной карты. Победители определили как раз накануне в Центробанке. Преимущества новой системы можно будет оценить только в декабре, когда ее массово запустят по стране. Ну а мне, как потребитель, хотелось бы побольше безопасности, чтобы не попасть в ситуации, о которых расскажет Дарина Скорнякова. Объявление о продаже мебели Андрей разместил на одном из популярных сайтов. В этот же день ему позвонил покупатель и готов был забрать товар без предварительного просмотра. Предложил расплатиться кредитной картой. Так как он сейчас находится на вахте, не может расплатиться онлайн-банком. Предложил подъехать к банкомату, набрать определенный код, чтобы якобы сделать заявку в его банк для перевода денег в мою карту. Ничего не заподозрив, Андрей согласился на сделку и потерял приличную сумму. Ведь мошенник обманным путем получил код доступа к мобильному банку и снял все, что было на карте. В полицейском участке города таких заявлений о незаконном снятии денег только за месяц поступило порядка 30. Тюменцы теряли в среднем от 1 до 10 тысяч рублей. В банк люди обращаются, в банк люди приходят, говорят, у меня со счета похищены денежные средства. А сотрудники банка говорят, извините, но мы видим, значит, по нашей схеме электронной, что это вы денежные средства переводили. То есть тут в любом случае необходимо идти к сотрудникам полиции обращаться. Сегодня известны несколько способов обмана через интернет-сайты. Например, когда мошенник звонит из Ханты-Мансийска или любого другого города, просит подъехать к банкомату, чтобы перевести вам сумму за товар. А покупку ему нужно отправить почтой или же за ней приедет курьер. Еще один вид мошенничества связан с объявлениями о трудоустройстве. Когда без собеседования будущий работодатель предлагает внести сумму за заключение договора, информационные услуги или медкнижку. И третий способ обмана, когда злоумышленник пытается получить данные банковской карты, точнее ее трехзначный номер с обратной стороны. А раскрыть такие дела полицейским технически сложно. Часто злоумышленники находятся в других регионах страны. Несколько несложных правил, возможно, помогут сохранить вам деньги. Во-первых, не передавайте данные пластиковой карты посторонним лицам, какая бы экстренная ситуация не происходила. И не подключайте сотовый телефон к интернету, если пользуетесь слугой мобильного банка. Дарина Скорнякова, Максим Плюкин. Тюменское время. Не умолкают споры о сохранности денег и в спортивной среде. Тюменскому рубину на поиск финансов, чтобы остаться в новом сезоне ВХЛ, дали времени до 15 июня. Спонсорские вливания у них закончились. Новых фанатов хоккея готовых вложиться пока не нашлось. Свою помощь предложили было болельщики. Риан так, знаете, взялись, собрали 2000 подписей и 1300 рублей. Ну, то есть даже по рублю не скинулись. Вот такая у нас команда молодости нашей, без которой нам не жить. Между тем, клубу по разным подсчетам нужно около 200 миллионов. Кто спасет ледовую дружину, вопрос уже скорее риторический. Все, наверное, крупные спонсоры, значит, все крупные организации города Тюмени, которые, может быть, такие, как «Запсекомбанк», какие-то другие огромные учреждения, были разосланы письма о спонсорской поддержке, либо о каких-то взаимозачетах. То есть вариантов очень много, массовых, как можно поработать с любой организацией города Тюмени, предоставить им какие-то свои выгодные предложения. Счастью, уже организации позвались, уже назначили встречи. То есть когда это можно сделать, то есть на каких условиях ведутся каждый день ежедневные встречи. Наши корреспонденты уже выступили в роли спасателей только представителей не спортивного, а животного мира. В середине мая моя коллега написала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в гостиничном развлекательном комплексе «Жемчужина». Там уже 18 лет сидит за решеткой медведица Симба. В итоге правоохранительные органы пришли к выводу, что содержание и правда не соответствует нормам. Хозяину теперь грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. Между тем он вообще отрицал, что животное принадлежит ему. Тем не менее, было установлено показаниями сотрудников гостиницы «Жемчужина». А также в интернете была размещена рекламная информация о том, что медведица по имени Симба является талисманом гостиницы «Жемчужина». Но штрафом дело и ограничится. Выпустить животное на волю нельзя, погибнет. Новое место жительства подобрать тоже не представляется возможным. Остается только следить за дальнейшей судьбой и содержанием Симба. Деловой партнер программы – уникальные аптеки «Фармлент». У меня же к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Встречайте Романа Яновича. Им будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи, до встречи.